Друзья, я приветствую вас. У нас сегодня интервью с Сергеем Матвеевым, успешным предпринимателем, развивающим сетевой бизнес компании iFlame. Сереж, давай сразу так вот, стандарты бизнеса, я тебе позадаю вопрос, хорошо? Хорошо. Сколько человек в твоей сети, в организации всего? На сегодняшний день порядка 3,5 тысяч. 3,5 тысячи человек? Да, да, по России, странах СНГ. Какая география, примерно, бизнеса? Ну, Россия и есть небольшие группы, команды в разных странах СНГ пока. Ну, то есть, Украина есть, Казахстан есть, Белоруссия есть несколько, буквально небольшое количество людей. Скажи, а какие на данный момент достижения у вас в сетевом бизнесе? Как изменилась жизнь? Ну, жизнь изменилась как бы в корне, да, потому что сами мы, ну, мы это подразумеваем с женой, мы из обычного села с населением 13 тысяч человек. Да, и, в принципе, там ничего не предвещало каких-то больших изменений. Вот, на сегодняшний день мы переехали в город, мы купили квартиру 120 квадратов, да, то есть, мы сменили более 5-6 автомобилей, у нас ежегодные поездки за границу уже идут, да, мы отдыхаем отдельно и с семьей, и ездим от компании. Вот, но, соответственно, как бы и уровень жизни, стиль жизни и финансово, да, оно тоже полностью изменилось. То есть, в принципе, мне кажется, то, что любой нормальный человек ставит себе как цели, да, но, то есть, мы уже базовые потребности реализовали. В свои 30 лет мы полностью реализовали все-таки базовые потребности автомобиля, квартиры, путешествия, семья, дети, трое детей и так далее. Хорошо, Сереж, а вот скажи, вот если человек будет смотреть это видео, вот вы реализовали базовые потребности, как ты думаешь, почему они сейчас, новые люди, должны прийти в твою команду? То есть, вы планируете расти дальше? Если да, то что вас дальше мотивирует, Райвинг? Да, это, наверное, такой самый частый вопрос, который очень часто нам задают люди, ну, вроде бы у вас, говорит, все есть, да, есть хорошая квартира, там, ну, то есть, деньги, машины и так далее. Ну, а, говорит, почему вы там не успокоитесь или почему вы продолжаете работать, почему вы продолжаете, там, то есть, формировать команды, да, работать с людьми и так далее. Я говорю, знаете, несколько лет назад я услышал одну хорошую фразу, что хороший враг лучшему. Да, я вижу, как очень многие люди, получая что-то хорошее, ну, то есть, чтобы от этим быть разговаривали, например, человек там сделал ремонт в доме, переклеил обои чуть получше, чем были вчера, да, и он на этом успокаивается. То есть, он считает, что у него лучше, чем у соседа, но он себя сравнивает по отношению к тем, у кого хуже, а не тянется к тем, у кого лучше, да, обстановка дома и так далее. Например, человек купил там автомобиль чуть получше, да, бэушный, но получше, и он успокаивается. И вот это вот его спокойствие, да, оно является врагом лучшему, то есть, он не тянется. Мы же с Юлей придерживаемся тому, чтобы, если что-то в жизни менять в плане покупок финансов, да, то менять только на лучшее. Так мы делали со всеми автомобилями, которые мы покупали, мы покупали их только из автосалона, и каждый раз стоимость автомобиля была дороже, дороже, дороже. И так мы будем продолжать делать. И когда мы покупали квартиру, даже при покупке квартиру, вроде бы, приехали из деревни, да, в город, но мы сразу же себе решили, что это будет промежуточное, ну, как бы, жилье наше, да, где мы потом остановимся. Можем, сколько мы играли в городе России, мы пока еще точно не решили, но это промежуточное. То есть, мы хотим другие квартиры, мы хотим в разных городах квартиры, да, другие автомобили у нас уже цели есть определенные, да, и вообще полностью, то есть, это касается и одежды, и питания, и отдыха полностью всего. И, соответственно, конечно, мы вот сейчас начинаем получать все вот эти вот благи, да, нашего мира, мы хотим, чтобы все-таки в нашей команде как можно большее количество людей с нами вместе путешествовало, да, чтобы мы могли не одни сами себе позволить какие-то вещи, а чтобы мы могли с кем-то это разделить. Отдых, какие-то путешествия и все остальное. Сереж, скажи, пожалуйста, у тебя хороший опыт этого бизнеса, 3,5 тысячи человек в организации. Вот как ты считаешь, какие сейчас основные качества, навыки должны быть у человека, чтобы преуспеть в сетевом бизнесе? Ну, мне кажется, наверное, как бы это банально не звучало, однозначно, это цели, да, потому что если человек нет цели, он по определению не может ничего достичь в жизни. Будь то это сетевой, будь то это не сетевой, это не суть важна. Да, если мы говорим непосредственно про сетевой, то это должно быть упорство определенное. Да, мы выживем в той стране, где, ну, игра страна советовала, где у нас окружение, мнение окружения очень сильно, может быть, даже на 99% влияет на жизнь человека. Да, люди настолько сильно подвержены мнению окружающих, своих друзей, соседей, родственников и так далее, да, что очень часто такое ощущение, как будто они проживают чужую жизнь, а не свою жизнь. Да, и очень многие люди боятся принять какое-то личное решение, ну, дабы, а что о нем подумают, да, другие. И вот это вот упорство, наверное, вот эта настойчивость, вот эта вот личная целеустремленность, она должна быть, потому что именно на самом начальном пути люди сбиваются, люди бросают. Потому что когда человек это все прочувствует, когда он получит, когда он начнет пользоваться другими преимуществами, он уверен в себе. А вот люди под начальном этапе, не еще получая больших доходов, не понимая, не имея навыков, опыта, да, они, увы, подвержены мнению окружающих. Что еще, если мы говорим о успехе в сетевом бизнесе? Ну, однозначно, да, это лидерская позиция, и лидер это такое, знаете, многогранное слово. Мне кажется, лидерство это путь длиной во всю жизнь, и нельзя сказать, что я там прочитал пять книг, я стал лидером, или я там сделал какую-то команду, или что-то еще. То есть нет, говорю, лидерство это путь длиной во всю жизнь. И человек всегда должен быть лидером в любой ситуации, в жизни, и в бизнесе, и в семье, и в любых отношениях, и так далее. И, наверное, еще одно добавлю к качеству, это, наверное, постоянно быть, уметь быть как наставником, так и учеником, то есть в позиции ученика и в позиции учителя. Потому что я вижу, как многие тоже, ну, придя в сетевой бизнес, сначала однозначно принимают позиции ученика, потому что у них нет опыта, нету навыков, да, но потом, получив какие-то первые незначительные результаты, то есть первые доходы, какие-то первые премии, да, забывают про эту позицию, начинают только учить людей, да, но при этом сами не развиваются дальше, и не слушают рекомендации более успешных, сильных лидеров, и более успешных людей вообще в целом в этой жизни. Так что позиция ученика и учителя, мне кажется, это одна из самых таких тоже важных качеств в достижении успеха в сетевом бизнесе. Сереж, вы многодетная семья же, да, теперь считаете? Да, с этого года, да. Повторит ли это какой-то бумажкой? Да, у меня есть красный такой удостоверение, но его нельзя назвать удостоверением, потому что это даже не корочки, это просто обычная распечатанная красная бумага, там наклеена в ней фотография. Ну, то есть, да, есть удостоверение, и, ну, даже мы не знаем до конца всех его возможностей, всех его преимуществ. То есть у вас трой детей, как у нас есть? Одиннадцать, шесть, ну, и маленькая, и буквально семь месяцев. Расскажи, пожалуйста, вот иногда бывает такой камень преткновения, да, там у меня дети говорят, да, и так далее, там дети, я не могу, там, или еще что-то времени нет. Вот как удается вам совмещать бизнес, семью, воспитание детей? Что ты считаешь важным в этом вопросе? Ну, смотрите, здесь много можно на эту тему, мне кажется, говорить, да, во-первых, если человек правильно расстанавливает приоритеты, тогда времени хватает на все, потому что проблема уничтожения людей – это неправильная расстановка приоритетов, да, мы же тоже, у нас нет там нянь каких-то, да, у нас нет уборщицы дома, пока нету, в планах, возможно, будут, у нас нет каких-то других помощников, то есть наши родители живут в других далеко от нас, они нам тоже, как бы, увы, не могут помочь в плане посидеть с детьми. И мы также делаем стандартные вещи, да, мы также их отвозим в школу, мы их привозим в школу, мы их кормим, мы их одеваем, там, Юль что-таки делает свои дела. Но при этом у нас просто бизнес, он все-таки, ну, так скажем, в пределах разума стоит на первом месте, да, и если нам нужно какие-то дела сделать ночью, значит, мы будем делать ночью, да. Если нам нужно сделать их сейчас, то в данном случае, значит, дети понимают, что все-таки, ну, как бы, мы заняты, и, да, нас не нужно отвлекать. Я не знаю, как-то, мне кажется, когда становится больше детей, мне кажется, наоборот, во-первых, дети более самостоятельны, потому что мы на сегодняшний день их можем даже троих оставлять дома, и они сидят с маленькой, и мы можем выйти из дома, то есть, да, они остаются с ней, и мы свободно можем там на полчаса там или сколько-то, то есть, оставлять, потому что они более самостоятельны, мы за ними не бегаем, не ходим, да, и я, наоборот, в этом вижу большой плюс, потому что будут они взрослеть, и на их плечи еще будет больше задач, с нашей стороны делегировано, да, дабы, чтобы, то есть, ну, и они росли другими детьми, ну, и, опять же, мы успевали и в бизнесе, и во всем. Хорошо. Сереж, скажи, пожалуйста, вот онлайн, офлайн? Где вы? Онлайн, офлайн или какой-то микс? Ну, тут, да, наверное, микс, потому что сейчас такое время, когда эти вещи, они неразделимы, да, нельзя сказать, что только онлайн, потому что мы знакомы с людьми в онлайн, но потом мы с ними разговариваем по телефону, потом мы с ними встречаемся вживую, да, и этот онлайн переходит в офлайн, либо, наоборот, у нас есть знакомые, которые живут в других городах, это вроде бы наши знакомые, да, но мы с ними работаем через онлайн, то есть онлайн дает возможности неограниченного общения, да, то есть это территориально, это и временные рамки, плюс онлайн дает возможность в построении каких-то систем, систем обучения, сопровождения людей, передачи информации, дублицирования, а офлайн, офлайн, мне кажется, это все-таки мы с вами люди, мы не роботы, да, и как ни крути, личное общение, оно важно, эмоции, они важны, любые вот эти проявления какие-то, то есть, ну, они все важны, так что мы везде, мы непосредственно с Юлей, конечно, сторонники больше оффлайн ведения бизнеса, да, но мы понимаем, что мир меняется, и мы должны тоже меняться, и если мы раньше могли проделать, там, путь 100 километров для того, чтобы поговорить с одним человеком, провести ему презентацию бизнеса, сейчас, конечно, мы это заменяем на скайп-встречу, либо на телефонный диалог, и только потом, если он себя проявляет как-то активно, да, мы будем с ним встречаться оффлайн. Так что оффлайн, онлайн и оффлайн, они, между собой, мне кажется, сейчас неразделимы. Нельзя построить бизнеса только используя один направление, либо только другое, это не будет качественным. Какие рекомендации даже тем, кто смотрит сейчас это видео, и вот, ну, вот сейчас принимает решение, что надо прийти, то есть, ну, к вам в команду, например, да, то есть, вот, что ты скажешь этому человеку? Ну, знаете, я вот говорю, иногда даже проводим встречи, презентации бизнеса, я человеку говорю, смотрите, говорю, то, что я вам сейчас рассказал, показал, но обычно я все свои встречи провожу не на словах, да, а именно на документах, то есть документы, факты, какие-то цифры и так далее. Я говорю, понимаете, сказать сейчас можно все, что угодно, да, я говорю, таких вот товарищей, которые там любят, ну, глагольствовать и так далее, их развилось очень много в интернете, и, говорю, мы с вами будем разговаривать по цифрам. И когда у нас с ним идет диалог с человеком, да, потом я ему задаю вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, вы взрослый человек, я говорю, взрослый человек, да, неужели, говорю, нужно взрослого человека уговаривать деньги зарабатывать, неужели, говорю, нужно взрослого человека уговаривать жизнь свою менять, да, там, детей как-то на ноги поднять и так далее, там подобное, согласитесь, это же глупо звучит. Человек говорит, да, это глупо звучит. Вот здесь то же самое, наверное, все-таки хотел бы каждому из вас, наверное, порекомендовать это принять определенное решение, то есть, Если вы хотите жить менять, если вы хотите жить по-другому, лучше, стиль жизни, качество жизни, то есть во всех ее направлениях, во всех ее сферах, а не только мы говорим сейчас о деньгах, тогда да, нужно принимать решения, нужно разбираться, нужно пробовать. Потому что ни одно видео, ни одна книжка, ни одно короткое интервью, оно, увы, не изменит вашу жизнь в корне. Те люди, которые изучают сетевой бизнес более детально и подробно, и общаются в кругу успешных людей в сетевом бизнесе, они понимают, в чем его преимущество, они понимают его ценности, важности. Так что нужно просто, наверное, в первую очередь начать разбираться. Да, мы поможем однозначно, то есть расскажем, покажем, примите решение, это, наверное, самое главное. Спасибо, Сергей. Предлагаю продолжение этого интервью записать на какой-то международной конференции или на следующей встрече по программе BND Travel, да? Да-да-да, в мае. Спасибо, Сергей.